Это действительно пешеходная зона и излюбленное место прогулок молодых мам с малышами. Родители жалуются, что постоянно приходится выхватывать детей из-под колес, гоняющих здесь автомобилей. Вроде бы сквер и вроде бы как проезжая часть. Недавно женщина проехала на большой машине и банально отшвырнула нашу коляску, сказала, здесь знака нет, значит еду. И всё. Вот только что буквально машина стоит, там посмотрите, проехала мимо знака, знак там есть, он виден сейчас. Он проехал на высокой скорости, детей еле успели отхватить, а он просто остановился, припарковался на пешеходной зоне и поехал по магазинам. Мы ежедневно сюда приходим гулять, у меня трое детей, я не могу их спокойно оставить, потому что много делаем замечаний по поводу нарушений. Все водители кто как реагируют, некоторые относятся к пониманию, относятся к извинения, некоторые ещё могут нахамить. Это было неоднократно. Моему ребёнку вообще на машине раздавили игрушку. Ребёнок отреагировал со слезами. Наблюдая беспредел водителей, стремящихся проскочить по пешеходной зоне, обеспокоенные родители постоянно звонят в ГИБДД. Сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД России по городу Брянску периодически проводятся мероприятия по профилактике дорожно-транспортной дисциплины у водителей путём привлечения к административной ответственности по части 2 статьи 12.15 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Но постоянно, как говорится, сотрудник ГИБДД не будет дежурить в том месте и привлекать. Естественно, нужны какие-то меры, чтобы не давать этим правонарушениям совершаться. В городском отделении организации дорожного движения нам рассказали, что ещё в прошлом году направляли в городскую администрацию письмо с предложением оградить эту территорию. С учётом того, что там уже есть вдоль фасадов домов, вот эта вот территория, да, пешеходная дорожка, логически было бы её дообустроить, конструктивно выделить, установить там знаки, соответственно, так, чтобы туда не могла машина никаким образом попасть. И, соответственно, её использовать только для пешеходов, а местный проезд использовать в том числе и для стоянки автомобилей и подъезда к находящимся там магазинам. То есть, отделить отдельные пешеходные и транспортные потоки. Предложение об установке заградительных конструкций в районе магазина «Шибка» было направлено в городской комитет по ЖКХ. А оттуда обращение о целесообразности размещения шлагбаума было переправлено в отдел по промышленности, транспорту и связи. Новые городские чиновники пообещали, что рассмотрят этот вопрос в ближайшее время. Женщины, обратившиеся к нам в редакцию, надеются, что меры будут приняты и место прогулок с детьми станет безопасным. Александра Седачёва, Иван Зюрев, Александр Егоров. События. Брянск.